всем привет наконец таки всеми правдами и неправдами google nexus 5 добрался до моего дома я буквально полчаса назад забрал его у водителя автобуса который доставил мне его из славного города кельна в город калининград вадик спасибо тебе большое за помощь если бы не ты то я бы сейчас данную коробку в своих руках не держал в этом видео я хочу вам показать содержимое коробки google nexus 5 также внимательно посмотрим на его внешний вид оценим материалы сборку мы в целом весь дизайн итак давайте приступим в моих руках нет ножа дело в том что самую первую распаковку данного девайса произвели таможенники на российской границе видимо им не хватает жизни чего-то прекрасного не будем отказывать им таком маленьком но очень приятном удовольствии от себя лишь хочется добавить что спасибо что хоть пленки не поснимали ладно хватит уже тянуть кота за яйца давайте откроем коробку посмотрим что там внутри вот таким образом в коробке лежит google nexus 5 я напомню что nexus 5 это не что иное как гуглофон который выпускается раз в год компании google и обычно все это дело совпадает с выходом следующей версии android что и произошло в этот раз nexus 5 вышел вместе с android 4 4 kitkat или kitkat как уж вам удобней а то сейчас как всегда набегут ценители чистого английского языка и начнут кошмарить меня в комментариях давайте я сначала отложу на эту сторонку чтобы вернуться к нему сначала взглянем быстренько что же лежит самой коробке как всегда куча различной макулатуры единственное что заслуживает внимание это вот такая вот металлическая скрепка которая послужит нам для извлечения лотка под сим-карту тоже вы пока оставлю здесь здесь лежит вот такой вот жесткий usb на микрофон usb обычный ничего из себя не представляющий шнурок производители последнее время я уже забыл когда делали тоненькие мягенькие шнурочки к которым я привык скажем так в свою юность вот такой вот зарядное устройство я специально покажу его поближе чтобы вы могли прочитать интересующие вас характеристики глянцевый логотип lg вот такой вот разъем под usb как вы видите это европейская вилка если бы я брал девайс в америке то мне бы пришлось искать переходник от американские вилки европейской в в этом случае все хорошо единственно что старт сразу стоит отметить если вдруг вы соберетесь брать точно так же как и я именно с немецкого google play не с американского то сразу готовьтесь к тому что вместо 500 долларов версия на 32 гигабайта обойдется вам в 500 евро что существенно и существенно дороже но с другой стороны я еще конечно не проверял но я брал европейскую версию не просто так дело в том что я ожидаю что мой смартфон будет поддерживаться российскими сетями в плане лт и или лт и как скажут ценители английского языка я уберу коробки и все эти прочие дела в сторону чтобы ничего нас не отвлекало от главного от самого смартфона nexus 5 первым делом я сниму все пленки одна из них защищала камеру и вторая защищает переднее стекло и так вот он перед нами google nexus 5 что же я могу сказать о этом девайсе по его внешнем виде дизайне материалах и прочих вещах вот здесь еще непонятная какая-то штука и мэй наклейка с и мэем тут непонятно каким образом все это дело снимается странная штука все ничего сложного как оказалось в этом нет и так сзади у нас такая приятная очень именно soft touch поверхность такая вот которая обычно немножко липнет к рукам то есть именно тот материал который совершенно не скользит прилипает к пальцам и довольно таки приятный на ощупь что касается отпечатков пальцев то как раз таки у меня сейчас темная модель на которой их должно быть хорошо видно дело в том что на светлой будет все совершенно иначе напомню что у светлой модели nexus 5 вот это вот вторая часть смартфона уже идет глянцевая а не такая вот soft touch как здесь у черной модельки что я могу сказать про отпечатки пальцев как вы видите я постарался их поставить очень яркий свет вот тем не менее отпечатки пальцев как вы видите не остаются и даже если остается что-то еле видно это она принципе без проблем стирается самими пальцами в этом плане это мой самый любимый материал что касается надписей вот прошлых роликах которые я смотрел до того как смартфон до меня добирался мне казалось что это как будто бы просто как-то выдавлено вот вот на этой поверхности на задние вот эти вот буквы nexus а также вот этот логотип lg на самом деле создается такое впечатление как будто бы сначала это как-то лазером выгравировали вот эти вот все вырезы под буквы а потом вставили туда такие вот стеклянные буковки потому что именно вот такое вот ощущение складывается когда я смотрю на эту надпись то есть выглядит все это довольно таки красиво здесь мы видим вот такой вот большой акцентирующий глазок камеры он я так понимаю такого светодиод в таком металлическом окружении идет и снизу мы видим светодиод для вспышки снизу опять же такие вот буковки как будто бы опять же под стеклом логотип lg и различные надписи с торцов вот такая вот длинная металлическая кнопка громкости говорят что она выполнена из керамики мне же она напоминает такой материал который мы видели если вдруг кто-то разбирал зажигалки то там был такой вот как раз таки кремень то обо что трется вот это вот крутящийся колесиков зажигалка вот она как раз таки напоминает мне тот самый материал если видно он такого такими вот линиями идет как это выглядит да выглядит в принципе довольно таки отлично единственное что стоит отметить что от края этих кнопок все-таки можно было как-то немножко зашлифовать довольно таки они острые и царапучий такая же кнопка керамическая керамическая но на мой взгляд это что-то похожее на металл находится здесь с правого торца она служит для включения смартфона здесь же виден лоток под сим-карту она не на на микро здесь сверху мы видим отверстие 35 спал и три с половиной миниджек для наушников и снизу мы видим разъем под микро юсб и как будто бы видим перфорацию для двух динамиков но на самом деле динамик здесь один то есть какой-то из этих сторон расположен единственный динамик у nexus опять но во втором скорее всего скрывается просто речевой микрофон полностью вся поверхность покрыта защитным стеклом gorilla glass 3 выглядит это все всегда красиво мне нравится обычно как nexus и выглядят с передней части то есть полностью черное стекло никаких там логотипов никаких отвлекающих надписей это конечно здорово красиво что касается моего мнения по поводу вот такого дизайна внешнего вида то мне он по душе я не скажу что он мне например так радует доводит до состояния близкого к оргазму как например материалы и сборка iphone 5s здесь этого нет здесь все такой вот спокойная лаконичная классика такая классический дизайн софт-тач материала ничего лишнего скажем так такой явный минимализм но мне это очень по душе если я например сравню его с galaxy note 3 у которого как мы помним задняя стенка выполнена под кожу также мы видим что какие-то строчки идут типа под нитки вот эти вот все вещи такой вот какой-то кич мне не совсем по душе лучше бы они сделали просто какую-то заднюю фактурную поверхность без каких-либо ниток без какой-либо кожи то есть тут конь софт-тач покрытия было бы самое то хотя честно сказать даже то что я вот так вот негативно относился к этим вещам которые сделал samsung galaxy note 3 могу сказать что на данный момент все эти эмоции у меня уже полностью прошли то есть я просто пользуюсь девайсом наслаждаюсь его возможностями мне этот дизайн уже особо не напрягает давайте я включу впервые nexus 5 его еще не включал такая вот вибрация сработала с передней части опять же стоит отметить такое интересное строение микрофона вернее разговорного динамика такая вот круглая перфорированная сеточка эта камера отказывается фокусироваться выглядит довольно интересно здесь глазок фронтальной камеры больше ничего на передней панельки не видно больше ничего нет что касается расположение кнопок то именно для моей руки для моего размера кнопка включения находится как раз таки на том самом нужном месте возможно у кого рука поменьше и ваш палец будет ложиться где-то здесь то будет казаться что кнопка немного высоковато но тем не менее это явно и для вас будет не критично вот когда кнопку включения располагают производители где-то сверху это уже неприятно кстати по поводу сверху здесь вот видно отверстие микрофона я так понимаю это или второй микрофон для записи видео со звуком в стерео режиме либо это микрофон который служит для шумоподавления опять же данные микрофоны могут при разговоре выполнять роль шумоподавления а при записи видео как раз таки служить вторым микрофоном для записи в стерео звуки стерео режиме наверное стоит показать как выглядит лоток sim карты вот такой вот аккуратный металлический лоток при первом включении nexus сразу же попросит обновиться и это нормально как я уже говорил в отличие от сторонних вендоров гуглофоны всегда обновляются вовремя и своевременно пока смартфон обновляется у меня как раз таки было время оценить качество сборки что я могу сказать по этому поводу несмотря на то что некоторые компании уже выпускают свои неразборные смартфоны такой вот в таком корпусе ванночки то есть когда весь корпус вы выточен из цельного куска там пластика либо еще какого-то другого материала nexus как будто бы состоит из двух частей несмотря на то что он как бы не разборный но тем не менее как вы видите есть две части сама спинка и боковая часть тем не менее не нашел никаких там каких-то жирных зазоров или каких-то неровностей неопрятности то есть все сделано грамотно все сделано четко это видите все зазоры минимальной единственное в некоторых обзорах говорилось что если вот где-то нажимать вот в этой в районе надписи nexus вот в каком-то моменте вот он этот момент чувствуется как крышка немножко прогибается задняя и упирается во что-то твердое если бы мне этого не сказали сам бы я этого не нашел и не заметил естественно что этот момент не критичен совершенно но тем не менее я должен вам об этом сказать больше никаких моментов к чему бы я мог придраться в плане сборки я не нашел и вот он nexus 5 смартфон обновился сейчас обновляет и скачивает те приложения которые у меня стояли на предыдущем моем android смартфоне что касается экрана так вкратце могу сказать что данный экран меня полностью устроит сочный яркий 5 дюймовый full hd экран конечно некоторые особенности связанные с черным цветом под углом я уже успел заметить если смотреть на экран вот под таким углом наискосок черный цвет начинает выбеливаться но об этих всех моментах я подробно покажу вам в том видео где конкретно будет обсуждаться экран сравним его с другими смартфонами покажу плюсы-минусы но уже могу сказать что именно меня этот экран полностью устроит я не могу сказать что он самый лучший или там самый крутой как например у htc one или у других смартфонов htc но данный экран тоже очень и очень хороший и меня полностью устроит на этом пока что все нужно время чтобы познать этот смартфон чтобы не говорить вам как-то подержав смартфон пару минут в руках о чем-то рассуждать дайте мне несколько дней я вам подробно расскажу все что я о нем думаю спасибо всем за внимание пока пока